здравствуйте мы находимся на кафедре антропологии биологического факультета и буквально в паре слов я хочу вам рассказать как примерно происходит процесс пластической реконструкции правда сам я никогда не занимался но общий принцип я знаю для начала нужно найти череп например неандертальце из вашей пелесен хорошо бы этот череп реконструировать потому что он может быть раздолбанный и деформированный в частности в данном случае череп принадлежит старому человеку старому индивиду у него при жизни выпали зубы большинство альвеолы заросли челюсти резусировались и то ли в процессе раскопок то ли еще раньше потерялись части лица но в частности носовые кости но это не беда для опытного реставратора челюсть восстанавливается то есть делается слепок такой он долепляется здесь да у него еще артрит был ужасный но это тоже долепляется и мы делаем ну можно конечно реконструировать его и вот такого прям беззубого но он будет такой скукожный а можно сделать такого красавца и тогда мы долепляем эту челюсть зубки немножко поправляем чтобы они так страшно не торчали как у бабы-яги и получаем череп молодого красивого неандертальца в последующем делается такой слепок у нас есть стандарты мягких тканей расположения разных точках эти стандарты определены понятное дело на современных людях несколькими способами в частности измерением прямым на трупах моргов но это не самый лучший способ потому что когда человек умирает ткани переползают смещаются и толщина становится как бы не совсем как у живого поэтому если пользоваться вот этими стандартами полученными на трупах то мы реконструируем лицо трупа он будет выглядеть не очень но есть рентген а сейчас есть еще и томография но правда до томографии реставратора как-то еще не очень добрались а рентген очень даже можно сделать рентген нескольких проекциях но это не очень полезно но раньше этим не парились поэтому рентгенов наделали и измерить эти самые толщины мягких тканей а может возникнуть вопрос это же на современных людях получено как же тогда с древними но в принципе у древних людей разницы особо не было потому что те же самые стандарты которые получены для человека действенны для шимпанзе что михаил михайлович герасимов который собственно всю эту методику разработал и показал то есть он взял череп шимпанзе внешность которого прижизненная была известна восстановила лицо шимпанзе и оно таки совпало с обликом прижизненным ну и уж тем более для современных людей это работает поэтому у нас есть основания полагать что и для древних людей мы не слишком соврем понятно что на своде толщина мягких тканей очень небольшая можете себя подтыркать да там очень немного но вот с лицом посложнее потому что местами есть желательные мышцы и специального пластика сейчас пластик да раньше пластилин просто мастика долепляется мускулатура делается височная мышца которая вот от височной линии идет к нижней челюсти жевательная мышца которая от скулой дуги идет опять же к нижней челюсти и налепляется вверх причем налепляется не сразу сплошняком а как правило делается вначале такие полосочки пластилиновые нужной толщины на одной стороне головы чтобы у нас для контроля симметричная сторона 2 потом промежутки залепляются все это проверяется постоянно все измеряется 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 чтобы она как бы не прикосилась самое трудное сделать собственно само лицо понятное дело на брови толщина побольше делаются глазки вставляются внутрь глубина расположения глазного яблока определяется по форме краев глазниц и очень сложно сделать рот и нос но это самая центральная понятное дело часть немножко облупившись получился нос но это не получилось уже в процессе обвалился ширина рта определяется по клыкам по клыковым возвышениям но в принципе более-менее соответствует ширина носа крыльев� она примерно соответствует ширине носового отверстия может нам немнож несколько другая основание носа реконструируетсяю достаточно надежно по�товой кости ее длина задает длину основание носа ее наклона зато наклона основание носа может быть опущены может быть прямой от подподняты и с верхом носа сложнее всего во-первых носовые кости крайне плохо сохраняется здесь их просто нет. Ну, у нас есть отростки верхней челюсти, основание лобных отростков верхней челюсти. Мы можем дореконструировать все это дело и будут вперед такие на свои косточки торчать. По ним, соответственно, устанавливается костная спинка носа, а самая сложная это хрящевая спинка носа. То есть, на самом деле у человека есть три спинки носа. Есть костная спинка носа, хрящевая спинка носа и общая спинка носа. Наука. И вот костную установить довольно просто. То есть, вдоль носовых костей мы ведем просто хрящевая спинка. Тут надо продлить основание носа вдоль этой самой подносовой ости и дальше вдоль носовых костей. Где-то они более-менее на кончике должны сойтись. Кончик носа очень ненадежно, конечно, реконструируется. Но есть еще такой магический способ. Если смотреть на череп сбоку, то вот этот край душеведной вырезки, если зеркальное отобразить, он более-менее отражает изгиб вот этой мягкой части носа. Это такое некоторое шаманство. Ну, каждый раз работает, что характерно. И все это вместе взятое дает нос. И уж совсем плохо реконструируются уши. К сожалению, ушная раковина на скелете никак особо не отражается. Тут, конечно, есть всякие там эти височные гребни, все такое, но это очень слабо чем-то коррелирует. То есть, наклон ушной раковины еще можно понять, в принципе, по нижней челюсти. А вот оттопыренность с трудом. Хотя сейчас есть даже методики, которые позволяют предсказать, бывали, например, мочка уха, прирощенная, как вот у меня она, прирощенная, да, там, по каким-то специфическим чертам. И иногда это решается просто, как вот в данном случае Михаил Михайлович сделал. Сделал просто волосы. И тогда как бы и нормально, какая разница, какие-то там уши. Они точно были не бритые. Можно добавить еще немножко, как бы антуражу, там, волсатую грудь, какие-нибудь широкие плечи, какие-нибудь там бусы, если они были. Ну, вот, у Ниандертальти не было, например. Да, про губы же я еще не сказал. Губы – это альвеарные отростки челюсти. Ну, тут, в принципе, все довольно просто. Есть, опять же, стандарты. И по наклону альвеарного отростка губы как бы лепим. Так что получается вот такое лицо. Иногда его делают специально лысым, чтобы показать еще форму головы. Вот, иногда, наоборот, так вот маскируют это дело волосами. Есть нюанс, что по вот этим вот стандартам можно восстановить очень точно и достоверно, так что компьютер этого человека узнает. Ну, если, допустим, компьютерная программа это будет делать. Но личное восприятие современного живого человека – это не компьютерная программа. И когда мы восстановим очень-очень точно по реперным точкам, вот этим опорным, местами, внешность может быть непохожа. А для того, чтобы… То есть, как бы, размеры точные, а впечатление не то. Как бы на фотографии другое лицо. Потому что у нас, кроме опорных точек, есть еще миллион других точек, которые не опорные. И вот самое главное искусство реставратора, реконструктора – это восстановить так, чтобы он еще и портретно был похож. Вот Михаил Михайлович Герасимов это делать умел. Не все реставраторы это делать умеют. Ну, у Михаила Михайловича было некоторое количество сподвижников и учеников. Учениц, вернее, даже. И сейчас они тоже функционируют вполне себе. Ну, вот сейчас Веселовская, например, это делает. Ну, и не она одна. И поэтому у нас есть лица разного степени качества. Ну, вот со времен Герасимова методика продвинулась, а по впечатлению, производимому вот этими реконструкциями, Герасимову до сих пор равных нет. То есть, вот именно впечатление передать он умел, как никто. И хотя сейчас реконструируют достовернее, но они как-то вот не такие живые. Потому что главное – это нюансы. Вот всякие вот эти пупырышечки какие-то маленькие, там вот бороздочки и все такое – это все вот как бы отражается так или иначе на лице. Асимметрия лица, немножечко там прищур какой-нибудь, там положение губ, уголков губ. То, что вроде бы такое изменчивое, непостоянное, но тем не менее именно это и дает лицо. Для того, чтобы так делать, надо иметь гигантский опыт и быть просто художником. А еще к тому же. То есть, уметь как бы чувствовать материал. Не всем это дано. Вот Михаил Михайлович уникальный человек, он это умел. Но даже при том, что он эту методику сам разрабатывал, она была еще такая несовершенная. Но вот он это делал. Сейчас часто делают очень красивые реконструкции, когда там с цветом кожи, прям с настоящими волосами. Они очень реалистично выглядят, но недостоверно. А здесь и достоверно, и живо. Так что есть еще чему учиться. Методики еще развиваются. Тем более, сейчас у нас компьютерный век. Можно делать вообще электронно все это. Это еще к тому же, в каком смысле, быстрее иногда получается. Но старую школу не пропьешь. Это самое профессиональное человеке до сих пор. И благодаря творчеству Михаила Михайловича, его последователей, мы теперь можем видеть лица древних людей. Продолжение следует...